В 2009 году я поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, окончив в Москве Переринскую духовную семинарию. Я поступил на кафедру библиистики и для меня вопрос, на какую кафедру, собственно, поступать, был вполне очевиден. Дело в том, что, обучаясь в семинарии, нам преподавал известный священник отец Даниил Сысоев, который в 2009 году также трагично погиб. Отец Даниил Сысоев обладал харизмой, он очень хорошо знал Священное Писание, буквально несколько глав мог процитировать наизусть. И, естественно, глядя на пример отца Даниила, для меня было вполне понятно, что я хочу быть похожим на него и также хорошо знать Слово Божие. Здесь, когда уже учился в Духовной Академии на кафедре библистики, я встретил очень много интересных, хорошо знающих свой предмет преподавателей, которые не только знали, но и любили свой предмет. И поскольку я также знал французский язык, изучал, это была моя своего рода второй страстью, помимо Слова Божьей Библии, то в 2009 году так совпало, что наша Духовная Академия отмечала юбилей и Академия пригласила много иностранных гостей и меня попросили быть своего рода таким поводарем, переводчиком одного иностранца с французского языка на русский. Ну и, соответственно, после года обучения в Академии, после всего этого юбилея, я был отправлен нашей Духовной Академией в Парижскую духовную семинарию, где я углублял свои знания в библиистике. Я учился в университете Сорбона, живя в духовной семинарии. Там изучил еврейский язык и арамейский язык, написал магистрскую работу, встретил очень много интересных людей и, наверное, главное, глубоко верующих людей. Ну и вот, когда я вернулся уже после окончания магистратуры Парижа, здесь я защитил кандидатскую диссертацию и стал уже преподавать на кафедре библиистики древнееврейский язык. Вот прошло уже более десяти лет, как я преподаю этот предмет, в течение этих десяти лет вместе со студентами получилось написать учебник по древнееврейскому языку и получилось, наверное, лучше понять слово Божие на языке оригинала, почувствовать такие страхи, переживания, которые испытывают библейские персонажи, как они выражают свою мысль, какое мировоззрение у них мы можем видеть на языке оригинала. То есть через источники соприкоснуться с некой таинственной областью человеческого сознания, которое непосредственно соединяет нас с самим Богом, как божественное откровение. И, наверное, для меня вполне очевидно, что если кто-то сейчас думает, как ему поступать в духовную семинарию или в целом поступать ли ему в духовную семинарию, в духовную академию, продолжать ли свое обучение, ну, в общем, самый элементарный вопрос, да или нет. На мой взгляд, нужно себе поставить такие два вопроса и насколько вы готовы ответить на них. Первый вопрос. Готовы ли вы изучать Слово Божие на языке оригинала, соприкоснуться с христианскими источниками на языке оригинала? Готовы ли вы и чувствуете ли себе эту жажду? Глубше и лучше понимать то, что нам было передано в наследие. Если вы испытываете это желание, то, конечно, вы имеете первый признак того, что вы готовы и созрели для поступления в духовную семинарию, потому что здесь есть все условия для того, чтобы реализовывать данное желание. А второй вопрос, на мой взгляд, он более важный, чем первый. Готовы ли вы здесь встретиться со Христом? Готовы ли вы почувствовать его близость в своем сердце? И готовы ли вы ответить на его вопрос, который он задает каждому священнику? Каждый священник знает этот вопрос, знает, когда он был произнесен. И более того, знает даже место, в котором он услышал этот вопрос от Христа. Готов ли ты послужить ради меня и ради церкви? И вот, соответственно, если вы хотите услышать этот вопрос и готовы ответить на него утвердительно «да», то это получается, что правда и христианские источники, и ответ Христу, положительный ответ, это те два признака, которые позволяют вам понимать, что вы действительно готовы учиться здесь, в Духовной Академии. Ну и потом, глядя, наверное, на мой пример, на мой жизненный путь, нетрудно догадаться, что наша Духовная Академия, но и в целом Церковь, наша Русская Православная, обладает инструментарием для того, чтобы давать возможность реализовывать свои таланты. Если у кого-то есть желание развивать свои таланты уже вне Духовной Академии, но с поддержкой Академии, как, например, в моем случае это было, изучать французский язык во Франции, то, соответственно, такая возможность может у вас появиться. Такая же возможность может появиться, конечно, связанная с французским языком и с учением во Франции. Вы можете, конечно, почувствовать в себе талант, и этот талант обязательно вам Духовная Академия, наша в частности, она поможет реализовать. Всем желаю успехов и Божьей помощи! Субтитры создавал DimaTorzok